Всем здарова! Все ждали обновления самой дешевой линейки смартфонов Meizu. Ну ладно, не все. Потому что все понимали, что обновление будет скорее всего чисто косметическим. И так во многом и вышло. Но есть и приятные улучшения. Что ж, давайте рассмотрим смартфон поближе и ответим на главный вопрос. Стоит ли покупать Meizu M6? Погнали! Если рассматривать внешний вид M6, мы найдем очень много похожего с предшественником M5. Все тот же неразборный корпус с плавными линиями и переходами. Нет ни намека на острые углы. Расположение элементов традиционно для смартфонов Meizu. Справа кнопка включения и клавиши громкости. Слева сдвоенный лоток для двух сим-карт и карты памяти. Сверху мини-жек для гарнитуры. Снизу порт microUSB и решетки внешнего динамика и микрофона. Передняя панель уже привычно закрывает 2,5D стекло с отличным олеофобным покрытием. Над экраном находится разговорный динамик и датчики. Под экраном привычная фирменная навигационная клавиша M-Touch. В кнопку спрятан сканер отпечатков пальцев, который работает более-менее корректно. 9 срабатываний из 10. Существенное отличие от M5 на задней крышке. На пластик нанесено металлическое напыление, что придает пластику схожесть с металлом. Но честно говоря, больше напоминает дешевые китайские металлические корпуса. Как по мне, очень спорное решение, которое мы уже видели на примере Xiaomi Redmi Note 5A. Чистый поликарбонатный корпус в M5 мне нравился значительно больше. На крышке есть также две полированные полосы, которые как бы отделяют пластиковые вставки от металлической спинки смартфона. Смотрится эффектно. Вверху по центру камера со вспышкой. Стоит отметить, что нажимая на крышку чуть ниже по центру, можно услышать легкий хруст. Между крышкой и внутренностями есть люфт. Выпускаться смартфон будет в четырех цветах. Черным и синим с черной фронтальной панелью и серебристым и золотом с белой. Внешне смартфон вышел довольно симпатичный. Правда, крышка под металл мне не нравится. Кроме того, она хрустит при нажатии в нижней части. А как вам дизайн новинки? Напишите в комментариях. Вот что мне понравилось в смартфоне, так это экран. Как для бюджетника, так он идеален. Выполнен экран по технологии из Go. Используется матрица от Sharp. Размер экрана остался тем же. 5,2 дюйма, как и разрешение. 1280 на 720 точек. С плотностью 282 ppi. У дисплея отличные углы обзора. Инверсия цветов отсутствует. Под большими углами экран немного тусклеет. Что прогнозируемо и не критично. Запас яркости отличный. На ярком солнце достаточно читабельно. Поддерживается мультитач до 10 касаний. В настройках можно отрегулировать цветовые температуры дисплея или активировать режим для чтения, который убирает холодные оттенки. Также есть улучшения по камере. Хоть основная камера и получила такое же разрешение как Meizu M5, качество фото и видео, как я могу судить, немного улучшилось. Но стоит понимать, что это бюджетник и качественных фоток ожидать от него не стоит. Основная камера в смартфоне на 13 мп с фазовым автофокусом и сдвоенной светодиодной вспышкой. Значение светосилы f2.2. В настройках можно выбрать авторежим и ручной режим настроек, в котором можно настроить контраст, ISO, баланс белого и много чего еще. Покадровый режим присутствует режим замедленной съемки, режим панорамы и поддерживается также HDR и сканер QR кодов. Видео записывается в Full HD. Фронтальная камера в смартфоне с разрешением 8 мп, значение диафрагмы f2.0. Присутствуют все те же настройки, что и для основной камеры. Видео также записывается в Full HD. И при хорошем освещении можно получить довольно неплохие снимки. А вот ночью про камеру стоит забыть. Вы сами можете оценить качество фото и видео на примерах. По железу ничего нового мы не увидим. Платформа та же, что использовалась в M3, M3s и M5. Процессор бюджетный, что нам и показывает синтетика. В Antutu около 37 тысяч попугаев. Но для вебсерфинга, мессенджеров, социальных сетей и большинства игр, зачастую на минимальных настройках графики, производительности хватает. Meizu M6 используется восьмиядерный процессор Mediatek MT6750. Процессор построен на ядрах Cortex-A53 и состоит из двух блоков. Производительный с частотой до 1,5 ГГц и экономный с частотой до 1 ГГц. За графику отвечает Mali-T860. Meizu M6 доступен в двух вариантах. С 2 или 3 ГБ оперативной памяти и 16 или 32 ГБ постоянной соответственно. Память можно увеличить с помощью карты памяти MicroSD. Но для этого надо пожертвовать второй сим-картой. Смартфон тестировался играми World of Tanks Blitz, Asphalt Extreme и Ново Наследие. В игрок смартфон показал себя довольно неплохо. Все кроме танков идет на средних и иногда на высоких настройках. Сильного нагрева нет. Смартфон в игрок теплый, а в танке естественно придется играть на низких настройках. Meizu M6 работает под управлением Android 7 с фирменной оболочкой Flyme 6.2. Оболочка Flyme интересна управлением жестами. Отсутствует деление на рабочие столы и приложения. Весь интерфейс однокнопочный. Клавиша M-Touch, кроме того что совмещена со сканером отпечатков пальцев, выполняет также роль клавиши назад при прикосновении и кнопки домой при нажатии. А при долгом нажатии смартфон блокируется. А чтобы вызвать последнее запущенное приложение, нужно сделать свайп вверх снизу экрана. К оболочке нужно немного привыкнуть. Работает Flyme достаточно плавно, претензий нет. А вот с многозадачностью возникают вопросы. К примеру, у меня в фоне не хотели скачиваться и устанавливаться танки. Но этим страдают многие китайские смартфоны, которые используют не голый Android, а свои оболочки. По беспроводным подключениям в M6 все довольно типично. Wi-Fi двухканальный, с поддержкой протокола ABGN, Bluetooth 4.0, Love Energy, с поддержкой A2DP. Место положения смартфон определяет с помощью GPS и GLONASS. Спутники ловят достаточно быстро, сигнал стабильный. Звук разговорного динамика чистый, запаса громкости достаточно. Микрофон также хорошего качества. Микрофона для шумоподавления нет. Вибро среднее, в кармане его практически не ощутить. Из фишек отмечу наличие VoiceLTF, что как правило встречается только во флагманах. Звук внешнего динамика средний, без баса ничем не выделяется. В наушниках звук тоже не впечатляет. Запас громкости небольшой, отмечу, что FM-радио в M6 нет. Аккумулятор несъемный на 3070 мАч. Заряда хватает на один день работы. А если включить энергосберегающий режим, смартфон должен прожить два дня. В реальном тесте при проигрании видео по сети Wi-Fi на максимальной яркости и с максимальным звуком в наушниках, смартфон прожил 5,5 часов. Скриншот, к сожалению, показать не могут, так как в Flyme 6.2 статистику расхода батареи я почему-то так и не обнаружил. Хотя в 6.0 она еще была. Мои отзывы о Meizu M6. В принципе, M6 мне скорее понравился. Это довольно неплохой бюджетник. Цена у смартфона пока немного завышена, но всегда можно воспользоваться кешбеком для экономии. Ссылку для вас я оставил в описании. Из плюсов смартфона я выделю в первую очередь экран. И для бюджетного смартфона ожидать лучшего не стоит. Также отмечу довольно неплохую камеру, как для бюджетника. Дизайн у смартфона спорный. Некоторые элементы мне лично нравятся, но крышка под металл явно дешевит смартфон. Создается впечатление, что поскупились на полноценную металлическую крышку. А вот из минусов M6 отмечу платформу. Но сколько можно использовать из года в год одно и то же. Хотелось бы увидеть и здесь какие-то улучшения. Сдвойный лоток под сим-карту и карту памяти также не вызывает вам несчувства восторга. В целом смартфон можно купить, если вам не нужна большая производительность, но вы хотите стильный дизайн, хотя местами и спорный. И отличный экран. А как считаете вы? Пишите в комментариях и голосуйте в подсказках. А если вам понравилось видео и оно было вам полезным, делитесь им со своими друзьями в соцсетях. И не забывайте подписываться на канал и жать колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем удачи, бобра и до новых встреч. Пока!